В Наринмаре прошел первый женский архитический форум. Его старт дан на территории спортивной школы «Труд», единственной в Ненинском округе школе Олимпийского резерва. Участниц форума встретил директор Алексей Гербов, который рассказал об учреждениях, тренировках и заслуженных атлетах. Всего на территории школы семь видов спорта – это тэквондо, борьба, северное многоборье, теннис, хоккей, лыжные гонки и фигурное катание. Именно последним женщины заинтересовались и посетили ледовую арену, где уже шла тренировка. Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина сразу же отправилась к юным спортсменам. Олимпийская чемпионка провела небольшой мастер-класс и посмотрела уровень наших фигуристок. Дети занимаются. Из каждого из них обязательно кто-то или что-то получится. А вот сейчас уже ставить галочку «Есть способна или не способна», мне кажется, это очень неправильно. Возможность замечательная, каток хороший. Видно, что с ними занимаются с любовью. Тренер очень старательный тоже. Видно, что ей работа и это нравится. Значит, есть все условия, все возможности. А вот губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский признался, спортивные направления нужно развивать и привлекать больше молодежи. Я считаю, что наши дети замечательные, тренер прекрасный. Арктика – это не только территория для женщин, но и территория для всех, кто любит север, кто любит нашу страну и кто готов здесь жить и реализовываться. А реализовываться здесь есть где, и возможность еще только открывается в русской арте. И мы очень рады, что женский арктический форум первый проходит здесь. Очень хотели бы, чтобы Наринма, несмотря на то, что это маленький город, на краю практически нашей страны, стал бы площадкой для ежегодного и постоянного проведения и сбора здесь талантливых, красивых, замечательных женщин. Россия лучше, чем в России, женщины в Европе. Добавлю, официальная же часть женского арктического форума стартовала в субботу во Дворце культуры Арктика.